Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Норильске завершен второй поток полевой школы, совместной образовательной программы Заполярного госуниверситета и МГУ имени Ломоносова. Ее участники, студенты и преподаватели рассказали об итогах на пресс-конференции. Первый поток полевой школы завершен. Все территории исследованы, получены предварительные результаты. Напомню, задача совместной образовательной программы Заполярного госуниверситета и МГУ имени Ломоносова полевой школы – проведение исследований в окрестностях Норильска, чтобы в дальнейшем запустить фоновый мониторинг состояния вечной мерзлоты. Он позволит предсказывать изменения грунта на годы вперед, что важно как для строительства зданий, так и для исследований климата арктической зоны в целом. В полях студенты и преподаватели исследовали грунт, применяли разные методы – бурение, инженерную геофизику, измеряли парниковые газы. Участники охотно поделились впечатлениями и эмоциями от полученного опыта работы в полях. Колоссальный опыт работы, потому что, как специалист геоклеологии, мы в Москве, к сожалению, не можем получить, у нас нет вечной мерзлоты. А здесь, помимо того, что мы поработали в данном регионе, так мы еще и освоили множество методов исследования. Всего во время полевой школы исследовали пять территорий – район рудника Скалистый, место у реки Норильская, Ваганере на Вальковской равнине и одну локацию в Дудинке. Ученые отмечают, грунт в этих местах наиболее типичен для нашего города и его окрестностей. Общая площадь территории исследования составила 8 тысяч квадратных километров. Мы получили достаточно хорошие данные по сантированию и установлению поля в ближней зоне, так как этот метод пробивает толщу примерно на 50 метров. Также в комплекс методов будет входить георадиолокация, которая пробивает верхний разрез, показывает нам первые 5-6 метров. Здесь они делали работу общую, которую мы сегодня будем сдавать, и всем было, я думаю, интересно поучаствовать уже в настоящей работе, как большие профессионалы. Отмечу, проект полевой школы предусматривает тесное сотрудничество не только двух ведущих вузов между собой, но и с компанией Норникель. На местах, где группа провела исследования, компания организует инженерно-геологические изыскания, создаст скважины для последующего мониторинга, чтобы оперативно получать информацию об отклике мерзлоты на внешнее воздействие. В планах у исследователей об устройстве системы наблюдения за вечной мерзлотой в жилой зоне. Софья Зиберова, Надежда Балтакова, Никита Левенец, Норильские новости. Переведенные мошенникам деньги банки будут возвращать клиентам. Закон принят Государственной думой. По закону возместить средства клиенту банк будет обязан в тех случаях, когда он допустил перевод денег на мошеннический счет, который находился в стоплисте Банка России. Заявление на возврат средств необходимо будет написать в течение 30 календарных дней с момента перевода. Также документ предусматривает двухдневную заморозку, переводимых в средств на сомнительный счет, чтобы человек за это время мог изменить свое решение. Отмечу, закон вступит в силу через год после официального опубликования. За это время Банк России сформирует базу данных о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента и направит списки во всесторонние банки. В России официально появилась новая форма национальной валюты – цифровой рубль. Госдума приняла соответствующий закон. Оператором платформы цифрового рубля будет Банк России. На него возложили обязанности по обеспечению функционирования платформы, сохранности цифровых рублей, а также по корректному ведению учета информации об операциях с новой формой валюты. Банк России будет выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от суммы платежа. Сейчас Банк России работает над запуском пилотной платформы для проведения тестовых операций с цифровыми рублями. В оборот, новая форма национальной валюты предположительно поступит в следующем году. Академия креативных индустрий Агентства развития Норильска открыла выставку «Городские полярники» на московской площадке. Своё творчество показали 17 северян в большом выставочном пространстве арт-платформы Cube Moscow. В своих творческих инсталляциях 17 норильчан показывают свой взгляд на Норильск через личные истории и персональное восприятие. Всего в экспозиции 11 объектов – медиа-арт, инсталляции, арт-объекты. Отдельно представлена коллекция зинов, созданных норильчанами. Выставка организована при поддержке компании «Норникель». Среди авторов – норильский фотограф Александр Горбарчук. Он представил фото первого домика Норильска. Данный дом, почему представлен именно так, скорее это связано с тем, что человек хочет или пытается забыть, или наоборот забывает, что прошло у него в жизни, или хочет забыть то, что было когда-то. А сейчас, в данном периоде, всё равно этот дом, так как он существует, он остаётся в данном месте и несёт с собой атмосферу такую. Ещё один автор – Эльвира Лачинова. Её творение – гигантская балаклава. Девушка собственноручно связала почти двухметровый арт-объект. Мне кажется, что это действительно очень странно увидеть такое большое вязанное изделие. Потому что мы все привыкли видеть шапки, варежки, свитер максимум, может быть, я не знаю. Но чтобы почти двухметровое изделие было связано, наверное, это просто запоминается. И очень странно в каком-то хорошем смысле. Посмотреть работы городских полярников пришли представители профессионального сообщества – кураторы, художники, дизайнеры, фотографы. Творческие москвичи, бывшие норильчане – гости столицы. Среди гостей мероприятия – певица, актриса, комик и телеведущая Марина Кравец. Мне просто было интересно, несмотря на то, что это очень частная история. С другой стороны, я уверена, что она многих может зацепить, потому что у каждого что-то где-то такое же откликается. Это, конечно, другой дом, не Каренин дом, но всё равно он у тебя в памяти живёт и остаётся в твоей жизни на долгие-долгие годы. Встреча с солнцем тоже может быть какая-то аллюзия на какую-то другую встречу в твоей жизни. Оценили выставку и норильчане, давно живущие в столице. Когда я узнала о том, что организовали выставку про Норильск, я сразу загорелась идея, что обязательно нужно посетить, потому что по-любому будет что-то интересное, что-то такое ностальгирующее. Мне особенно понравилась инсталляция про гигантскую балаклаву. Сразу вспоминаешь про какие-то морозы, про то, как ты бежишь по этому Ленинскому проспекту, тебе всё лицо обдувает и уже побыстрее быть домой в подъезд. Отметим, выставка будет работать до 10 августа на базе арт-пространства «Куб Москва» – арт-платформы современного искусства в центре Москвы. Екатерина Алексеева, Надежда Балдакова, Норильские новости. В Толнахе открыли новый арт-объект – стену памяти Владимира Высоцкого. Её разместили в культурно-досуговом центре Толнаха. Культурно-досуговый центр в Толнахе носит имя великого барда Владимира Высоцкого более 30 лет и связывает себя с ним. К юбилею города и к юбилею артиста в центре появилась стена памяти Владимира Высоцкого. Барельеф выполнен толнахским художником Михаилом Парсовым из очень плотного материала – берёзы. Я уверена, что новый арт-объект станет визитной карточкой не только нашего культурного центра, но и визитной карточкой всего района Толнах. Найдёт любовь среди жителей нашего района. Отмечу, недавно команда культурно-досугового центра победила на конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» и получила грант на реализацию проекта «Молодёжь поёт Высоцкого». Он приурочен к 85-летию поэта, актёра театра и кино, автора и исполнителя песен Владимира Семёновича Высоцкого. В рамках проекта центр планирует провести ряд культурно-образовательных мероприятий. И к этому моменту у нас всё. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте на риск.тв. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!